Встречных полос и правил на этой дороге не существует. Бездорожные разметки это просто направление и таких в Твери десятки километров. Госавтоинспекция о проблеме заявляла не единожды. Однако на администрацию Твери, разметка дорог находится в ее ведении, не влияют даже страшные цифры ДТП. На неразмеченных пешеходных переходах происходит дорожно-транспортное происшествие. То есть гибнут и страдают люди. Приблизительно половина дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории города Твери, имеет сопутствующими условиями отсутствие тех или иных средств организации дорожного движения. То есть недостатков содержания уличной дорожной сети. Это в том числе и отсутствие разметки. В ГИБДД отмечают, что подрядчик МУП «Зеленстрой» не вооружен необходимой техникой для нанесения разметки и вынужден нанимать подрядчиков. Качество работы этих подрядчиков – отдельная головная боль для госавтоинспекции. Разметку наносят с грубейшими нарушениями правил дорожного движения, либо вообще в разрезе со здравым смыслом, как на этом пешеходном переходе в центре города. Она наносилась не в соответствии со схемой, в противоречии имеющимся дорожным знаком и в противоречии здравому смыслу. И порой приходилось эту разметку стирать и наносить заново. Допущенные ошибки исправляются не быстро и неохотно, крайне неохотно. По ошибке подрядчиков демаркирован был не тот пешеходный переход. То есть разметки там до сих пор нет. Это доходит до смешного, но это вообще-то путь следования детей к школе. Готовность к новому учебному году вызывает у ГИБДД серьезные опасения. По новому госстандарту разметка должна наноситься особым образом, чередуя желто-белые полосы. Пока же город не может справиться даже с нанесением разметки на отремонтированные дороги. При этом сотрудникам госавтоинспекции не предоставляют никаких планов работ. Складывается ощущение, что некоторые линии появляются из фантазии маркировщика. МОП «Деленстрой» был составлен еще в апреле месяце график нанесения разметки, который еще когда он был составлен, уже он был уже не жизнеспособен. То есть сейчас он просто превратился в фикцию. По нашим запросам этот график не представлен. То есть получается, что администрация сама не в состоянии контролировать. Недоумение у автомобилистов вызывает разметку поворота к гипермаркету. Водители, нарушая, едут через сплошную полосу, чтобы не создавать аварийные ситуации. Чтобы пересечь площадь Гагарина, самую оживленную и большую в городе, придется изловчиться. Некоторые водители в потоке теряются или осознанно нарушают. Местами. Где нормально, где никак. Это доставляет проблемы при вождении? Ну это у кого какой опыт? Ну нарушители бывают, нет размера, и вообще ехать. Бывают. Это плохо? Плохо. Ну на 4 с плюсом. Почему на 4? Ну а потому что не везде. Ну доставляет это проблемы? При вождении? Ну бывает. Ну не очень понятно, где можно повернуть, куда проехать. ГИБДД продолжит выписывать предписания и штрафовать администрацию Твери. Однако от возросшего числа ДТП это не убережет. Придется водителям самим браться за белую краску и рисовать зебры и полосы. Возможно и нелепых ошибок тогда будет меньше. Марина Евстрати, Виталий Осипов, Максим Андреев, РЕН-ТВ, Пилот.